МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Да, мы денемся. Конечно, справляемся. Если не справлялись, не работали вы. В Люберцах стартовал месячник благоустройства. В красной зоне у нас находится 65 объектов по территории городского округа Люберца. На одну незаконную постройку стало меньше. Искренне желаю вам мира, любви, глубокого взаимопонимания друг с другом. Цените жизнь, какая она есть. В округе состоялась акция, посвященная 9-му дню после трагедии в Кропусе. Тренировка у нас проходит в стиле сценического экстрима силовых трюков. Сергей Агаджанян провел мастер-класс по сценическому экстриму. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Основная тема совещания – начало месячника чистоты и благоустройства. В течение апреля коммунальщики проведут опиловку деревьев и кустарников, отремонтируют лавочки и газонные ограждения, обновят песок в песочницах, отреставрируют малые архитектурные формы и резиновые покрытия на детских площадках. До конца месяца приведут в порядок автомобильные дороги, парки культуры и отдыха, скверы, памятники, общественные зоны и дворовые территории. В рамках месячника нам предстоит привести в порядок 4127 объектов, из которых 992 дороги, 173 общественных пространств, включая 8 парковых территорий и 165 скверов, памятника общественных зон, 764 дворовые территории и 2198 многоквартирных домов. К работам уже приступили более 1200 дворников и дорожных рабочих. Во дворах убирают мусор, упавшие ветки и прошлогоднюю листву. Очищают газоны, приводят в порядок остановки общественного транспорта, дорожные знаки ограждения, опоры, линии электропередач. В течение месяца в округе проведут 4 субботника. Первый состоится уже на этой неделе. 6 апреля адреса, по которым будут проводиться субботники. Это поселок Октябрьский, аллея Сосновый Бор, в начало в 10 утра. Поселок Октябрьский, памятник воинам погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Поселок Томилино, улица Гоголя, том 45, 54. Красково, улица Колхозная, от магазина Магнит до улицы Школьная. Сквер у станции Панки. Сквер у станции Люберца на Волковской улице. Поселок Малаховская, улица Рельсовая. Везде будут расположены пункты выдачи инфентаря. Самую масштабную уборку округа проведут 20 апреля. Также на совещании обсудили содержание уличнодорожной сети, уборку смёта вдоль дорог, ямочный ремонт, транспортное обслуживание населения, работу управляющих компаний. Кроме того, участников совещания проинформировали об оперативной обстановке в округе и очередных спортивных достижениях Люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В Люберцах начался месячник по уборке и благоустройству. Машины и средства малой механизации к весеннелетнему сезону подготовлены. Какая техника уже вышла на улицы городского округа, узнали мои коллеги. Традиционно месячник благоустройства начинается с осмотра коммунальной техники. Специалисты коммунальных служб подготовили более 250 единиц спецтехники. Поливомоечные, подметально-уборочные и аварийно-ремонтные машины, автогидроподъемники, самосвалы и дорожно-строительная техника. К работе всё готово. Конечно же, огромное количество у нас также мобильных средств. Это пилы, это косы, это всевозможные резаки. Резаки для пеньков, потому что много заявок от наших жителей. Деревья удаляются, пеньки остаются во дворах. Они тоже должны быть удалены. Месяц пройдёт очень активно. Конечно же, работы предстоит очень много. Самое главное, что люди, коллектив настроен на то, чтобы дать хороший результат. Свой арсенал продемонстрировали все предприятия, которые зимой и летом содержат город в чистоте. Владимир Королёв работает в объединённом комбинате благоустройства 6 лет. Куда мы денемся? Конечно, справляемся. Если мы не справлялись, не работали бы. Это кёрхер. Мыть тротуары, фонтаны. Уборкой улиц и дворов, ремонтом дорог в округе ежедневно занимаются более 2,5 тысяч человек. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал НРТ. Лучших по профессии среди работников жилищно-коммунального хозяйства выбрали в Подмосковном Королёве. В этом году премию посвятили 375-летию отрасли ЖКХ. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Заявки на премию подавали с 8 сентября по 13 марта. Свои достижения в области жилищно-коммунального хозяйства продемонстрировали 37 субъектов России. Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Удмуртия, Донецкая и Луганская народные республики и другие регионы. Сегодня каждый квалифицированный человек в сфере ЖКХ, он на вес золота. И слава Богу, что всё больше ребят начинает понимать, что высшее образование, должность клетка, который перекладывает бумажки в каком-то офисе, она гораздо меньше обеспечит ему будущее, чем надёжная профессия в надёжных руках. Конечно, хочется, чтобы таких людей было больше. В России ЖКХ объединяет более 2,5 миллионов специалистов. Лучшие из лучших сегодня в зале. Все четыре года, что проводят премию. Люберецкий городской жилищный трест среди лауреатов. ЛГЖТ ежегодно принимает участие. Никогда ЛГЖТ не уезжала без первого. Максимум это второе место было. Поэтому надеемся, что и в этом году наши коллеги покажут прекрасные, хорошие результаты. Собирается вся Московская область, практически все муниципальные образования. Конкуренция довольно-таки на высоком уровне. Первый год, когда мы начинали проводить премию, это была пандемия. Очень мало участников было. И мы видим, что за 4 года премия выросла. Было 8 номинаций, стало 16. Видим, сколько красивых проектов. Заявок много, регионы с открытым сердцем и звонят, и спрашивают. Вопросы такие, которые раньше не задавал никто. То есть, как стать лучшим проектом, как показать свои лучшие практики. Высокую оценку получила аварийно-диспетчерская служба Люберец. Награду вручила депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева. Очень волнительно, конечно, когда люди высокого ранга нашей страны видят нашу работу, ценят. 24 часа в сутки работаем, 7 дней в неделю, беспрерывно. В нашем городе это около 60 человек. Еще одна составляющая конкурса – чемпионат лучшей по профессии. Специалисты сразились с учащимися профильных учебных заведений. ЖКХ «Баттл» между студентами и профессионалами прошел по четырем квалификациям – сантехники, плотники, маляры и электрики. Многие регионы в этом году проведут подобные чемпионаты на своих территориях. И самое главное, и у ребят, у студентов колледжей, и у сотрудников правящей компании есть такой хороший стимул показать лучшие свои качества, посоревноваться. Уверен, что и сегодня чемпионат пройдет на высоком уровне. Не знаем, кто победит. Все-таки молодые профессионалы, либо уже люди с большим опытом работы. Валентин Шестоперов работает электриком в Люберецком городском жилищном тресте. В конкурсе участвует впервые. Как и все, настроен на хороший результат. Регулярно сталкиваемся с ремонтом проводки, восстановлением проводки. В принципе, ничего сложного. ЛГЖТ в этом конкурсе представили и другие специалисты. Рамазан Магомедов показал свое мастерство в сантехническом бою, Павел Любимов – знание столярно-плотницкого ремесла, а Надежда Александрова продемонстрировала навыки в покрасочном деле. Мне это по старости не нужно. Серьезно, молодым, да, должны быть. Они должны руки набивать по этим чертам, по этим расчетам. Чемпионат по профессиональному мастерству продлился полтора часа. Студенты обменялись опытом со старшими коллегами и почерпнули новые знания. Было очень интересно пообщаться до конкурса. Сейчас, что будет после конкурса, не знаю. Но тоже будет интересно поспрашивать, когда будут известны итоги. Очень классно, что есть такие конкурсы, где можно поучаствовать с людьми, которые уже работают. Я думаю, для них это тоже своего рода как такой небольшой экзамен и челлендж, проверить себя, насколько они могут соревноваться с подрастающим поколением. По результатам чемпионата Люберецкий городской жилищный трест получил четыре награды. Павел Любимов завоевал звание лучшего столяра. Очень радостно, очень приятно. Вообще нет слов. Конкуренция хорошая растет. И молодцы ребята, молодые. Тоже хорошо старались. На этом программа не заканчивается. Главные итоги будут подведены 18 апреля в Москве. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она прошла на северной стороне города, в здании новой школы на улице Урицкого. Какие вопросы и проблемы подняли жители округа, расскажем в следующем сюжете. На встречу с представителями администрации пришла семья героя Советского Союза Евгения Ларюшина. Сын заслуженного летчика-испытателя обратился с просьбой присвоить школе номер 26 имя своего отца. До объединения учреждения образования такое название 37 лет носила 11-я школа. Сегодня годовщина гибели его. Так что очень символично, что администрация одобрила это присвоение имени и обещала полное содействие. Также жители округа затронули тему обустройства парковок. В частности, в дополнительных машиноместах нуждается территория у Новолюберецкого кладбища. Там вот сзади какой пустырь? Вот нельзя там сделать парковку? Или это какая-то частная территория? Вы имеете в виду слева, где уже рынок? Ну да, там за этими запалатками. Там частная территория, но мы в любом случае сейчас посмотрим и рассмотрим вопрос устройства дополнительной парковки, может быть, даже с другого конца. Задать вопрос на подобных встречах можно как профильным заместителям главы, так и представителям депутатского корпуса. С народными избранниками жители Люберец обсудили предстоящие субботники. Есть у нас такой дворик очень позитивный. Шелевяково 1,26, 8 марта, 28. Один из старших поддомов, Кирилл, он активный очень молодой человек. И занялся вопросом установки шагбаумов. Этот процесс исполнил. Сейчас у них имеются иные планы по благоустройству, территории прилегающие. И мы этими вопросами занимаемся. Ну, молодцы, жители на месте не сидят, двигаются вперед. Главная цель выездной администрации – выслушать вопрос и найти решение здесь и сейчас. Тематика обращений может быть самой разной. Представители любой сферы на месте. Топит гаражи КСК, которые люди, завод имени Камова еще в свое время строил. И сейчас их под весеннее таяние снегов, и вода скатывается к ним. И нам сейчас надо, конечно, помочь. Люди уже такого пожилого возраста, им надо помочь, чтобы отвезти воду, и все-таки их имущество сохранялось. Общение с жителями в таком формате проходит на территории округа два раза в месяц. Узнать о предстоящих встречах можно на сайте администрации, а также в соцсетях главы Люберец. В Люберцах продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами. Еще один павильон, чья деятельность противоречила закону, прекратил свое существование. По решению суда его демонтировали. Все подробности расскажет наш корреспондент. Этот нестационарный торговый объект на Быковском шоссе использовался в качестве пункта продажи цветов. На установку киоска не было разрешения. К тому же он нарушал требования безопасности дорожного движения. Администрация Люберец выдала предписание на демонтаж павильона, но владелец бизнеса его проигнорировал. В результате торговый объект сносят принудительно. Такая участь ждет всех заядлых нарушителей закона. По поручению губернатора Московской области с октября 2023 года начались проверки объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяют торговым точкам, расположенным вдоль вылетных магистралей. В красной зоне у нас находится 65 объектов по территории городского округа Люберца. Со всеми собственниками, владельцами данных торговых объектов мы проводим беседы, встречи, подписываем дорожные карты по приведению в надлежащий вид как капитальных объектов, так и объектов нестационарной торговли. Все те, кто готов осуществить ряд мероприятий по ремонту своих фасадов, подписывают дорожные карты и при благоприятных погодных условиях готовы будут приступить к данным работам. Из 65 торговых объектов, которые находятся в красной зоне, 5 подлежат сносу. Это киоски и павильоны, которые размещены самовольно, без разрешительных документов. До конца текущего года их демонтируют, а мониторинг торговых точек на территории округа будут вести постоянно. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Росмолодежь. Гранты. Первый сезон». Принять в нем участие может любой гражданин России от 14 до 35 лет. На образовательном интенсиве, который провели в Люберцах, эксперты и победители грантовых конкурсов поделились с ценными советами и рассказали, как правильно составить заявку на получение гранта. Подробнее расскажем в сюжете. Конкурс «Росмолодежь. Гранты» существует с 2011 года. За это время в конкурсе приняло более 160 тысяч участников, и среди них около 17 600 победителей. И они все вместе получили поддержку на сумму 17,5 миллиардов рублей. Всего в рамках первого сезона распределят 700 миллионов рублей. Максимальный размер гранта – 1 миллион. «Росмолодежь» постоянно повышает планку по количеству инициатив. Начиная с 1 апреля, конкурсант может подать заявку, выбрав одну из 18 номинаций. «Сейчас подаемся на грант для некоммерческих организаций «Росмолодежи». Два проекта – это студенческий медиа-центр и это спортивная большая универсиада. Также будем подаваться на гранты физических лиц. Пять человек у нас студенты загорелись и хотят попробовать свои силы в такой грантовой политике нашей страны». В прошлом году на соискание грантов люберчане подали более 40 социально значимых проектов. Сейчас ожидается вдвое больше. Панельные дискуссии, образовательные сессии и мастер-классы в Люберцах посетили участники более чем из 20 муниципалитетов Подмосковья. «Конечно же мы приехали с проектом для того, чтобы обсудить его со специалистами своего дела. Наш проект направлен на патриотическое воспитание молодежи. Это одна из самых актуальных повесток, которая сейчас реализуется не только на территории нашего округа, но и в принципе нашей страны. В течение полугода мы работаем над проектом для того, чтобы подать его на грант и, скорее всего, даже выиграть». Прием заявок на конкурс завершится в полдень 30 апреля. В конце июня экспертная комиссия подведет итоги. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. «Один щелчок спасает жизнь». В Московской области стартовал социальный раунд, который призван напомнить о том, как важно использовать ремни безопасности при поездке в автомобиле. В рамках профилактического мероприятия инспекторы Люберецкой госавтоинспекции провели рейд на Егоревском шоссе. Тему продолжит Луиза Егия-Зарян. «Я всегда пристегиваюсь, придерживаюсь правил дорожного движения. Во-первых, это безопасность моя, безопасность моих пассажиров. Если со мной мои пассажиры и мои же дети, все обязательно пристегнуты. Кто-то в кресле, кто-то в бустере находится». Такая позиция должна быть у каждого, кто садится за руль автомобиля. Пренебрежение ремнями безопасности зачастую приводит к тяжелым последствиям при ДТП. С 25 марта на территории Московской области проходит большая информационная кампания под лозунгом «Один щелчок спасает жизнь». «Обратите внимание на баннер. Вы когда едете, смотрите на баннер?» «Это то, чтобы водители помнили о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, а также использовать ремни безопасности в автотранспорте». Чтобы важное напоминание всегда было под рукой, сотрудники госавтоинспекции вручают водителям информационные листовки. Кроме таких профилактических рейдов на дорогах, социальный раунд включает в себя еще несколько акций. «Инспектора во время раунда проводят разъяснительные беседы на маршрутах патрулирования, в торговых центрах, многофункциональных центрах, в образовательных учреждениях, автошколах. Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Их использование сокращает риск гибели водителей и пассажиров на переднем сидении почти на 50%, а пассажиров на заднем сидении почти на 25%. Не пристёкнутый ремень у водителя или пассажира влечет за собой штраф. Его размер составляет 1000 рублей. Но соблюдать правила дорожного движения стоит не только ради того, чтобы избежать административного наказания, а прежде всего сохранить жизнь и здоровье. «Счастливого пути!» Теракт в Крокус-Сити-Холле не оставил никого равнодушным и еще больше сплотил россиян. Вся страна скорбит по невинным жертвам этого чудовищного преступления. Люберцы разделяют боль людей, которые потеряли своих родных и близких. На девятый день после трагедии в городском округе прошла памятная акция. Там работали мои коллеги. Траурная акция под песней Муслима Магомаева. Имя выдающегося певца и композитора носил концертный зал, который стал местом кровавого теракта. Теперь песни народного артиста обрели новый смысл и ассоциируются с жертвами страшной трагедии. Мы все под Богом холим, мы не знаем, где что может. Мы со своей страной вместе. Это очень страшно, когда вот так все происходит, когда невинные люди погибают. Когда такие люди приходят, они собирают жизни людей вообще ни в чем не повинных. И детей, которые должны были жить, но они живы, когда мы их помним, будем всю жизнь помнить. Мы стараемся сделать все, чтобы люди об этом не забыли и помнили. И чтобы такого больше никогда не повторялось. Мы волонтеры и мы всегда рядом. Ровно в 19.52 время, когда террористы открыли огонь, была объявлена минута молчания. Затем благочинный церквей Люберецкого округа Вячеслав Новок совершил заупокойную литью по погибшим. Теракт в Красногорске унес 144 жизни. Среди жертв пятеро детей. У часовни всех святых сотни люберчан помолились за невинно убиенных. Я искренне желаю вам мира, любви, глубокого взаимопонимания друг с другом. Цените жизнь, какая она есть. И спасибо большое, что вы сегодня все здесь собрались. Наш город самый ценный. И давайте его беречь своей любовью. Храни вас Господь. Во время возложения цветов многие не скрывали слез, но плакали не только люди. На протяжении всей памятной акции моросил дождь. Кажется, что сама природа скорбит по тем, кто в одночасье превратился в белых журавлей. Время уносит в далекие бездны, но мы будем память хранить навек. Мы будем, как у Магомаева в песне. Журавль свободен, скорбит человек. В округе появилась мемориальная доска заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности Российской Федерации Елизаветы Терешкиной. На церемонии открытия работала наша съемочная группа. 26 августа 2023 года ушла из жизни генеральный директор фабрики «Пихорский текстиль» Елизавета Терешкина. Свой путь здесь она начала сразу после института. Сначала была начальником смены, затем технологом. Ей удалось превратить крошечный цех в огромное производство пряжи. А еще Елизавета Петровна всегда говорила, что в успешной работе нельзя обойтись без команды. Она подарила стране и российским рукодельницам возможность заниматься творчеством со своей отечественной пряжей. И, по-моему, справедливо, что имя ее мы увековечиваем в самом дорогом для нее месте на фабрике, которой она посвятила всю себя. И мы приложим все усилия для того, чтобы фабрика дальше работала и развивалась. Елизавета Петровна почти 30 лет возглавляла фабрику. И под ее руководством она вышла на новый уровень развития. Стала одним из ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности страны. Сегодня с теплотой ее вспоминают семья, друзья и коллеги. Елизавета Петровна очень большой вклад сделала в мою жизнь. Тяжело очень говорить, конечно. Вместе с Елизаветой Петровной мы проработали 22 года. Рука в руку. Полностью наставником она была. Она как родная мама была всем. Она научила, как себя вести, как вести дело. То есть она постоянно, каждый день, даже сегодня ее рядом нету, а все равно отглаз ее голос, вот он в голове. Не секрет, что Елизавете Петровне удалось возродить производство, а таких сегодня случаев не так много. У нас есть замечательный кабинет технологий, который оформили представители фабрики. Конечно, с легкой руки Елизавета Петровна и наши дети занимаются ручным трудом. Очень много изготавливают поделок из пряжи, которую готовит пихорка. Сейчас дело Елизаветы Терешкиной перешло в руки ее дочери Юлии. Производство продолжает свою работу. Памятную доску открыли перед главным входом на фабрику. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберчан Максим Лавриентьев создал самый большой портрет в мире в стиле понтилизм. Это особый метод в живописи, так называемое рисование точками. Житель городского округа изобразил из нескольких миллионов чернильных точек президента России Владимира Путина. Наша съемочная группа побывала в творческой мастерской Максима и подготовила сюжет о его уникальном таланте. На первый взгляд эти портреты кажутся большими черно-белыми фотографиями. Но если присмотреться, это огромное количество чернильных точек разных диаметров и оттенков, которые создают единое изображение. Из миллионов мелких частиц Максим Лавриентьев создает настоящие произведения искусства. Сейчас художник-график делает репродукцию знаменитой фрески «Сотворение Адама». Наблюдая за его скрупулезной работой, невольно хочется затаить дыхание. В технике по антилизм Максим создал около 60 картин. Его работы покупают за границей, а на выставках-конкурсах в Москве они занимают первые места. А последнее творение художника – огромный портрет Владимира Путина размером 160 на 90 – сделало его рекордсменом России и мира. Я подумал, что нужно делать что-то очень-очень большое. Что? Вот что? Можно же что угодно сделать. Ну, природу я не рисую. Значит, остается что? Портрет. Чей портрет? Если он будет большим, если он будет вот таким вот огромным, возможно, его зарегистрируют как рекорд. Ну, что там будет, неизвестный человек? Нет. Если это рекорд России, целой страны, значит, ну, что нас объединяет? Территория, язык, религия – это все почти не нарисовать. То есть это сложно. И тогда вот я подумал, только вот тот один человек, наш президент, который уже давно, наверное, не… Он, который уже не совсем президент, это олицетворение России. России, судьбы нашей страны. Воплощению своей идеи в жизнь Максим Лаврентьев приступил в ноябре прошлого года. В общей сложности потратил 350 часов времени и 20 миллилитров чернил. И хоть рекорды уже официально зарегистрированы, художник продолжает работать над портретом Путина. Сейчас я доделываю фон, он недостаточно темный, он должен быть намного темнее. И вот приходится ставить одну точку к точке, к точке, к точке. Это постепенность он наберет необходимый тон, но на это уйдет еще много десятков часов. Что прячет в левой руке президент, никто не знает. Поэтому Максим назвал портрет «Секрет Путина». Художник признается, что в глубине души хотел бы, чтобы эту работу лично увидел глава государства. Понравиться, конечно, должно. Конечно, должно. Но что он скажет, это загадка. Это большая загадка. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергея Гаджанян по прозвищу «Русский халк» провел мастер-класс по сценическому экстриму для сильнейшего стронгмена Москвы Дмитрия Лагунова. Как прошла тренировка и какими новыми элементами поделился спортсмен, расскажем в сюжете. Дима, сегодня у нас многоповторная, высококонтенсивная тренировка в лесенках. 18, 16, 14, 12. Хорошо. Дмитрий Лагунов – профессиональный спортсмен и входит в топ-10 самых сильных людей России. Но в сценическом экстриме он пробует себя впервые. Помогал освоить новый вид спорта «Русский халк» и мировой рекордсмен Сергей Гаджанян, который сегодня выступает в роли тренера. «Я никогда не пробовал сценический экстрим, и все-таки вот у меня я собрался, и по приглашению Сергея приехал сегодня к вам. Я решил себя попробовать». «Тренировка у нас проходит в стиле сценического экстрима силовых трюков, отличается от тех тренировок, которые делают, как правило, стронгмены, тем, что веса меньше, в среднем диапазоне весов работаем, многоповторная тренировка на силовую выносливость, которая как раз-таки необходима для выполнения силовых номеров». Тренировка носила многоповторный круговой характер с проработкой всех нужных групп мышц. В таком режиме, как правило, тренируется и готовится к выступлениям сам Сергей Гаджанян. А московский стронгмен, в свою очередь, продемонстрировал коронное выступление по становой тяге с весом в 300 килограммов. Самое зрелищное выступление в конце тренировки. Сергей поделился секретами правильного выполнения силовых трюков сценического экстрима. Дмитрий Лагунов попробовал ломать стальные стержни, надувать грелки и разбивать палки о плечи. «Мне понравилось, но, конечно, как и в любом деле, нужен постоянный навык, чтобы, конечно, делать, как Сергей, это все очень быстро и легко. Я все не делал, сегодня все это делал впервые, поэтому не судите строго, как получилось. Я старался, если честно. Хочется развиваться и пробовать себя в новых достижениях и свершениях». «Это был новый неофициальный рекорд в тренажерном зале. 100%. И вместе мы сильнейшая нация мира». Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С участников проекта «Активное долголетие» можно брать пример. Они занимаются скандинавской ходьбой, йогой и ездят на экскурсии. Теперь для них организовано бесплатное посещение бассейна в учебно-тренировочном комплексе «Мгавка». Как прошло первое занятие, расскажем в сюжете. Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс открыли в прошлом году. Здесь проходят занятия по фигурному катанию, хоккею, танцам и плаванию для студентов «Мгавка». Сейчас эта площадка открывает свои двери для всех жителей городского округа. «С сегодняшнего дня начинаются занятия для населения. И вот одно из первых занятий проходит по плаванию для женщин, которые с удовольствием плавают. Потому что бассейн прекрасный, удобный, свободный. И самое главное, что с ними работают специалисты высочайшего класса, которые работают в Московской государственной академии физической культуры». Среди первых посетителей участницы клуба «Активное долголетие». Благодаря совместным усилиям ректора и сотрудников администрации городского округа, они смогут бесплатно посещать занятия по плаванию. «Так хорошо нас встретили, проводили, чуть ли не донесли. Так прям нас бережно, бережно положили на воду. Вода шикарная. Прекрасно. Провели урок. Я прям научила плавать с уверенностью. Очень хороший прием. И хотелось бы еще раз, чтобы сделали такое же хорошо нам». «Замечательный бассейн. Удивительная чистота, красота. Все современно, все классно. Настроение просто замечательное. Плавание – один из любимых видов спорта людей старшего поколения. Эти занятия позволяют разгрузить суставы, позвоночник и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Важно начинать тренировки с минимальной нагрузки, постепенно увеличивая интенсивность. Для этого 45-минутные уроки проходят под руководством опытного инструктора. «Мы используем плавательные нудлы в целях техники безопасности. Может быть, у кого-то, скажем так, чувство водобоязни присутствует. Это как вспомогательный предмет для того, чтобы побороть это чувство. И, возможно, в дальнейшем с ходом занятий мы откажемся от плавательного инвентаря дополнительного, и они будут сами уже уверенно держаться на воде». Тренировки будут проходить каждый четверг. Кроме того, для участников губернаторского проекта предоставлен автобус, чтобы им было удобно добираться до места проведения занятий. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В триумфе прошли всероссийские соревнования по масс-рестлингу, посвященные памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За призовые места боролись 86 спортсменов из 22 регионов. За состязанием наблюдали и мы. На соревнования в Люберце приехали спортсмены из Хабаровского края, Северной Осетии, Свердловской и Московской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно, Республики Саха-Якутия. Здесь масс-рестлинг – национальный вид спорта. Михаил Погорельцев выступает за Калужскую область. В школьные годы занимался триалспортом и пауэрлифтингом. Десять лет назад увлекся борьбой. С годами занятий спортом я пришел к выводу, что это, наверное, единственный вид спорта, где моя антропометрия мне помогает. Масс-рестлинг – силовой вид спорта, который все-таки дает очень хорошую базу общего развития, потому что работает абсолютно все. Я почувствовал, что мышцы есть там, где я не знал, что они могут быть. Закария Шиёка со спортом на тыс ранних лет. Переехав из Анголы в Россию, заинтересовался масс-рестлингом. И за три года увлечение переросло в любимое дело. Ну, самое трудное, я бы сказал, это выносливость. И сильный хват тоже, конечно, для этих очень сильных. Многофункциональный вид спорта, я бы так сказал. Где работают все группы мышц, и спортсменам нужно быть прям подготовлен ко всему. Потому что борьба может идти до двух минут, и это очень сложно. Соревнования посвятили памяти легендарного советского борца, первого олимпийского чемпиона из Якутии, Романа Дмитриева. Заслуженному мастеру спорта СССР в этом году исполнилось бы 75. Благодаря Романа Михайловича узнали весь мир, что есть народ Саха, есть Якутия. 57 странах мира проводят чемпионаты. Каждый год в разных регионах проводим соревнования. И если идет хорошее развитие, это мы сразу поддерживаем. В первую очередь хочется выразить благодарность руководству Всероссийской Федерации масс-рестлинга, то, что они одобрили городской округ Люберцы. Масс-рестлинг в Люберцах развивается стремительно, мы набираем обороты. И в следующем году обязательно ждем проведение чемпионата России 2025. В округе масс-рестлинг развивается с 2018 года. В него вовлечены более 200 люберчан. Сильнейшие спортсмены будут отстаивать честь городского округа на чемпионате России, которые проведут с 12 по 14 апреля в Санкт-Петербурге. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Итоги первенства по мини-футболу среди мужчин уже подведены. Все там же во дворце спорта «Триумф» состоялся финальный матч, в котором команды, занявшие первое и второе места, боролись за главный приз – Кубок городского округа Люберцы. Как прошла решающая игра и кто стал абсолютным чемпионом, расскажем в сюжете. На протяжении месяца 12 футбольных клубов боролись за право выйти в финал Кубка городского округа Люберцы по футзалу. По итогам турнира в главном матче встретились команды Новокроскова «Дизельхард» и «Торпеда». Игроки обеих команд показывали свое мастерство в течение всего турнира. Теперь они борются за звание лучшей в округе. Особенно сегодняшней игры, вообще финал, это два тайма чистого времени. То есть поиграем по абсолютным правилам футзала. Очень будет насыщенно на моменты и на голевые ситуации сам турнир. На поле пять игроков. Матч состоит из двух таймов по 20 минут чистого времени. Футбольный клуб «Торпеда» славится дисциплиной на поле, что помогает контролировать игру и добиваться положительного результата. И первым счетом открыл игрок под номером 20 Сергей Теплоухов. Матч для нас очень важный. Мы к нему долго шли. Поочередно обыгрывали очень серьезные мастеровитые команды. И для нас честь выступать в финале. Игроки футбольного клуба Новокроскова – действующие чемпионы первенства. За их плечами беспроигрышная серия игр. Юрий Благовещенский принес команде солидное преимущество. Забив два гола на последних минутах второго тайма, играющего на позиции атакующего игрока, когда он вывел свою команду вперед. Соперники молодцы, бились до конца. Ну и сами видели, сколько штанг. Немного удачи не было сегодня. Никогда нельзя думать, что ты сейчас забьешь. Даже когда вот последний момент, когда я убегал с пустые ворота, мог промахнуться спокойно. Ну, спасибо, что попал. Я думаю, просто из-за того, что было столько моментов, сейчас залетело наконец-то. Матч закончился со счетом 5-3 в пользу футбольного клуба Новокроскова. Они стали победителями и обладателями Кубка городского округа. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях. И, конечно же, ждем вас у нас на сайте LRT.TV. До свидания.